всем привет продолжаем наше путешествие по истории религии прошлый раз уже месяц назад страшно подумать мы оставили израильтян вернувшихся из вавилонского пленения когда их отпустил царь кир когда они восстановили второй храм религиозную общину второго храма провели некие религиозные реформы которые сейчас принято считать монотеистическими которые на самом деле монотеизму в строгом смысле никакого отношения ты не имели буквально в двух словах напомню этому была посвящена целая большая длинная предыдущая лекция все это перечислять не имеет смысла просто вот допустим во второзаконии у нас есть пример шема так называемая это стиль 4 стих 6 главы где буквально сказано в синодальном переводе слушай израиль господь наш господь един есть однако в еврейском оригинале сказано немножко по-другому слушай израиль наш бог яхве один и не говорится ничего о других богах которых нет то есть не должно быть вообще говорится о том что наш бог яхве один то есть поклоняться можно только единому верховному божеству отрицание существования других богов вообще не предусматривается вот опять же во второзаконии глава 5 стих 7 я яхве бог и лохим то есть я яхве бог твой который вывел тебя из земли египетской из дома рабства да не будет у тебя других богов перед лицем моим то есть тут абсолютно точное указание что другие боги есть но поклоняться им нельзя в точном смысле понятия мы имеем дело не с каким не монотеизмом а с монолатрией то есть едино поклонением которое вообще в принципе имело место в это время то есть о монотеизме говорить очень сложно даже когда мы говорим о книге второзакония представляете себе уже после вавилонского плена это у нас 6 и дальше в 5 век если произвести текстуальный анализ то слово другие боги элогим ахерим встречается в библии в ветхом завете 63 раз и представляете себе 59 раз в дефтерономическом наследии то есть книга второзаконии позже это мягко говоря неравновесных концентрация то есть вернувшись из вавилонского плена первосвященники были вынуждены вести борьбу за едино поклонение яхве об этом нам говорит буквально основная часть второзакония просто потому что другие боги они кругом но молиться можно только одному яхве я конечно все это устремление концентрировалась ровно в двух местах во-первых в втором храме в иерусалиме но ведь как мы помним опять же из прошлой лекции был еще один храм на горе грезим в самарии который тоже считался единственным местом где вообще можно почитать единого бога скоро с этим храмом разберутся как надо но мы об этом чуть позже поговорим пока же переместимся собственно в израиль вот эти два столетия после плена счастливое время для израиля счастливое время но продолжалось довольно долго и евреи в самом деле никто не трогал потому что они были вассалом конечно мы сейчас так говорим в несколько осовремененном виде такого слова и понятия не было вассал но в любом случае царство было подданным очень могущественной персидской державы по сути дела никого рядом с персидской державой кто бы мог бросить и вызов и всерьез угрожать ее подданным просто не было потому что египет да это в общем была сила очень заметно отличная от нуля но послушайте вот в пятом веке кто мог соперничать вообще с персами перси в конце концов египет под себя подминают то есть евреи могли полностью сосредоточиться под сенью мечей и стрел персидской империи на самих себе тут конечно происходит много очень важного потому что во первых евреи сначала оказавшиеся в плену чем два раза подряд сначала в и сирийском потом в вавилонском а потом оказавшиеся без собственного царства то есть как ни крути а любой нормальный человек который хоть чуть-чуть разбирался в текущей ситуации понимал что царство то не их у них нет царя да у них есть первосвященники вроде там где-то в иерусалиме есть храм теоретически да туда нужно ходить и молиться приносить жертвы но ведь буквально во всех песнях а тем более теперь уже и в письменном зафиксированном предании говорится что евреи это бога избранный народ у которых единственный самый правильный самый могущественный бог и как же так получилось что при таком замечательном покровительстве у евреев нет собственного царства более того их все кому не лень захватывают в плен угоняют когда хотят отпускают когда хотят что это за богоизбранность а такая странная и тут появляется идея мессианства то есть что рано или поздно еврейское царство будет восстановлено но пока евреи несут наказание за неоднократное абсолютно всем понятно нарушение завета то есть договора с богом какой-то был договор завет о чем то о том что при наличии всех других богов поклоняться можно только верховному яхве ну там правда так получалось что рядом с ним у него была супруга анат то есть бог то уже даже и главное это не один а их как минимум два ну это в конце концов ладно самое главное все таки мужчина в семье верховодит наверное и в божественной семье он тоже верховодит так вот этот завет евреи неоднократно нарушали вот поэтому у них нет царства поэтому нужно вернуться к этому правильному завету как советует книга второзакония и вот тогда рано или поздно придет мессия а какой мессия из рода давидова разумеется и восстановит царство это во первых во вторых евреи оказываются перед вполне конкретной угрозой частичной в любом случае очень глубокой или вообще полной ассимиляции именно поэтому они начинают быть как вот как ежик то есть вся эта культура направлена на сохранение себя внутри другой гораздо более неизмеримо более могущественно экономически военно и культурно общины гигантской общины персидской империи то есть отсюда происходит и исчисление родства по матери потому что отца могут убить девушку могут изнасиловать какие-нибудь захватчики но если еврейка родит еврея то это понятно по крайней мере откуда еврей родился это был второй важный момент а вот третий важный момент это конечно то что евреи как я сказал очень неплохо чувствовали себя внутри персидской империи более того часть евреев никуда вообще не ушла из захваченного киром вавилона оставшись там евреи так они живут общинами которые да вот из-за всех этих установлений всех этих внутренних общинных законов они держатся довольно крепко за свою самость они начинают иметь очень удобные торгово-финансовые связи буквально по всему восточному средиземноморью то есть как минимум в рамках персидской империи потому что в вавилоне есть свои люди в иерусалиме есть свои люди они все говорят на одном языке им просто очень удобно общаться и в конце концов там можно найти родственников родственник на доверие больше кроме того вот этот капитал богатство торговые средства финансовые средства не разбазариваются по межсемейным связям вышла девушка за перса и ушла к нему в семью за ней приданная ушло по крайней мере часть богатства все нету а так как евреи стараются держаться замкнутой общиной да конечно воспринимая культурное течение окружающих они не могли их не воспринимать невозможно жить в обществе как известно и быть свободным от него но богатство не растрачиваются богатство накапливаются в одном месте во многих местах конечно если посмотреть на всю персидскую империю и они начинают начинают быть очень серьезными проводниками как торговли так и некоторых финансовых транзакций если вообще можно говорить такие термины применительно к столь раннему времени но тем не менее монета есть есть в конце концов долг можно дать и не монету а стадо баранов тем более бараны как самоходные деньги могут вполне отличненько проскакать под руководством пастуха довольно серьезное устояние где временно или окончательно перейдут другие руки товар может быть дать долг инвентарь через хозяйственный может быть дать долг тягловая сила бык ли лошадь ли корова наконец короче говоря эти транзакции евреи во многом берут свои руки тем более что что такое персы их аристократия это воинская во многом аристократии то есть заниматься этим торгашеством как-то знаете воину не с руки а вот тут есть евреи очень удобно персы с ними хорошо знакомы они с ними между прочим несколько менее века там как минимум три поколения вместе сожительствовали и эта часть как бы мы сказали хозяйство персидской империи не полностью конечно далеко не полностью но во многом ложится на плечи евреев которые конечно богатеют когда я говорю евреи 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 там они приняли второзаконие во второзаконии значит нет никакого монотеизма есть монолатрия восстановили храм иудейская община это все я говорю только о городской прослойке населения и об аристократии еврейской потому что основная масса это естественно насильники сельской местности и я думаю они то во многом таких слов то как монотеизм монолатрия не слышали потому что все это время сохраняются местные верования продолжают приноситься жертвы в священных рощах на священных холмах и более того масса этого народного как бы мы сейчас сказали суеверия а по сути дела народной религии не будем забывать это именно народная религия они дожили до сегодняшнего дня и благополучно были унаследованы арабским населением которое пришло туда вместе с войсками первых праведных алифов уже в седьмом веке нашей эры через почти тысячу лет в это время заканчивается формирование торы как мы знаем и начинается вообще формирование всего корпуса ветхого завета так как он дошел до нас в это время о эта работа не закончена только выходит так сказать на расчетной мощности не факт что к этому времени т.е. к послепленному периоду вообще весь корпус преданий был записан на бумаге ну конечно на папиру себе на библию вот например заповеди возглашают я яхве бог твой который вывел тебя земли египетской вот только что мы это вспоминали да и не будет у тебя других богов перед лицом моим вот последует запрещение изготовления каких-либо других богов идолов более того нарушившим угрожает наказание вплоть до четвертого или пятого колена в уста моисея иисуса навина при формировании корпуса торы то есть пяти книжей моисеева устами авторов и редакторов вкладываются вот эти самые монолатрические синтенции которые мы изучали еще в втором третьем ролике который мы делали уже когда зимой еще делали да тогда же появляется очень интересное сказание сотворение мира за шесть дней которая по сути дела как мы опять же уже обсуждали подробно является всего лишь обезличенным изложением инума или что есть вавилонского вавилонского мифа вавилонской легенды о космогонии которая была воспринята евреями во время плена причем скомпилировали прямо скажем инума илиш не самым лучшим образом он заметно отстает от оригинала если посмотреть на то что мы видим в торе очень интересным моментом который появляется только в это время кстати говоря это замечательно видно на всем историческом материале появляется заповедь соблюдать день субботний то есть шестой день после которого который прошу прощения посвящен исключительно отдыху когда нельзя заниматься работой в вообще раньше ничего подобного в иудейской религии не было просто потому что суббота была введена только после вавилонского плена по образцу четырех вавилонских тяжелых дней которые заканчивали каждую неделю месяца обычно 7 14 21 28 число при этом представление о яхве как о главном боге который имеет массу богов вспомогательных то есть ангелов именно в это время видимо они начинают считаться постепенно не младшими богами а ангелами то есть их как бы разжаловали вот эта борьба закончится наверное окончательно только в районе второго столетия до нашей эры прошу прощения а в книге юдиф которая написана в середине второго века мы читаем что нет больше сегодня ни колена ни рода ни волости ни города среди нас которые молились бы богам сделанным руками как было в прежние дни то есть книга юдиф это такой маркер более-менее адаптированный который говорит о на торжестве их риской монолатрии но как мы только что выяснили монолатрии это еще далеко не монотеизм до него в общем еще далеко но монотеизму то между прочим была сделана серьезнейшая подвижка и в первую очередь почему потому что один бог который не является богом какого-то рода какого-то племени возможно кого-то царство пусть даже большого а универсальный бог мог появиться только созданием крупной универсальной державы и конечно когда евреи оказались в составе персии вот тогда они впервые оказались в составе именно универсальной державы с вселенскими устремлениями ну когда я говорю вселенский я имею ввиду конечно древнегреческое понятие ойкумены то есть видимого населенного мира но тем не менее персия стремилась захватить все с чем граничит и что видит и конечно именно в персидской державе рождается идея единого правителя не просто над каким-то царством большим а просто над всем миром вы понимаете и вот над всем миром как царствует один царь точно также должен царствовать один бог мы уже в персии видим попытки введения единобожия когда пытались таким образом возвысить собственного бога мордука но это всего лишь было начало евреи конечно не могли остаться в стороне от таких течений что интересно вот мы только что сказали о иудеях которые живут в рассеянии то есть в диаспоре и вот именно в рассеянии то из-за того что именно евреи живущие вне израиля вне земли ханаанской видят настоящий универсализм персидской империи где они оказались вот именно там начинается постепенное складывание подлинного монотеизма который естественно не мог не перетечь к родственникам в израиле общины диаспоры конечно основывались в первую очередь на хозяйственном принципе то есть невозможно было встретить еврея где-нибудь в вавилоне или там в неневии которого просто там приехал и работал копал канавы просто так может он и копал канавы но копал канавы он конкретно в своей общении работая на своих богатых родственников ну или более удачливых соседей и вот тут-то на севере средиземного моря относительно египта появляется новая очень мобильная очень экспансионистская в том числе и просто по деловому экспансионистская сила я конечно имею ввиду греческие города государства которые были хорошо знакомы во первых с военным делом чего уж там греха таить греки воевать умели и любили еще с века и они были неплохо знакомы с морским делом они были хорошие мореплаватели греки начинают проникать активнейшим образом на анатолийское побережье основывая там свои колонии а потом уже независимые полисы там появляются и естественно они сталкиваются интересами с персией и конечно же они не могут не столкнуться интересами с иудеями и иудейский вы знаете никольский наш знаменитый советский и российский востоковед называл-то иудейским капиталом но никольский прямо скажем понимал некоторые термины слишком вольно о чем он кстати говоря сам потом признавался поэтому мы когда будем сейчас говорить иудейский капитал поймите мы берем это в огромные кавычки это никакой еще не капитал это просто торгово-растарфическая активность к капитализму не имеет почти никакого отношения кроме того что и там и там используются деньги и да периодически эксплуатируется труд в том числе наемный в первую очередь конечно арабский так вот развитие греческих городов позволяет иудеям проникнуть именно в греческую сферу влияния и они постепенно начинают расползаться еще и туда еще более универсализируя собственное понятие о вселенной и собственное понятие о том а чем вообще может править бог конечно вот тут нельзя не сказать об еще одном важнейшем явлении которое имело место вне зависимости от иудейской религии а именно о нашествии александра македонского его знаменитом восточном походе потому что сначала перцы как мы знаем в пятом веке в 490 480 году пытаются сокрушить грецию естественно за помощь греческих городов государств в первую очередь афин восставшим против персидского владычества ионийским полюсом восстание ионийских полюсов конечно было раздавлено и перцы наносят удар своим флотом по афинам мы помним что закончилось все ужасным марафонским разгробом который произошел по непонятным случайным обстоятельствам этого просто не должно было быть прямо скажем это было в глазах греков конечно настоящим чудом мильтиад герой марафона разбивает персов и общем заметно превосходящая по численности армия персов вынуждена отступать конечно перцы дело припомнили и вернулись через 10 лет у них там были большие проблемы внутри своей империи постоянные восстания они вернулись в 480 году знаменитая битва в фермопильском проходе гибель 300 спартанцев которых на самом деле было не только 300 спартанцев а еще кое-кто там до 5000 человек если не ошибаюсь великолепные победы греков при соломине при платеях и вынуждены наступление персов при этом персы во многом достигли своих стратегических целей то есть они да они не смогли победить но они смогли самое главное закрепиться на балканах потому что они стали подкармливать деньгами средствами прямых конкурентов полуостровных греческих полюсов а именно континентальную македонию и именно из того самого похода 480 года начинается растущая мощь македонского царства и в четвертом веке македонское царство сначала сокрушает всю грецию соединив ее в один кулак под руководством филиппа второго македонского и потом наконец выплескивается вовне по следам а на базе с аксенофонта вот того самого знаменитого путешествия 10 тысяч греческих наемников по малой азии а выплескивается в персию это конечно удивительное событие потому что если мы смотрим на античность да и на последующее средневековье как правило мы не видим какого-то грандиозного тотального наголову отстоящего военного превосходства одной из сторон но сплав греческой фаланги и македонских военных этих упражнений они вот это превосходство на недолгое время создают появляется великолепная македонская сарисофорная фаланга поддержанная очень хорошего качества македонской фракийской конницей вот эта фаланга оказывается чем-то что вообще невозможно остановить фаланга александра македонского проходит вы представите до афганистана и индии как лом через масло и персидская империя конечно переживавшая в то время далеко не лучшие свои времена ничего не может ей противопоставить каждая сатрапия в первую очередь смотрит на то чтобы быть не трогали самих и вообще не очень-то спешит биться за единство огромной державы итог предсказуем да и все мы его знаем персидская империя рухнула александр македонский завоевал вот все буквально от египта до индии а потом не выдержав перенесенных нагрузок все-таки нагрузки были серьезнейшие он умер то ли сам то ли могли при помощи яда но это был настоящий герой который смог не просто завоевать какую-то территорию завоевание то его именно военное не долго продержалась как мы знаем потому что сразу после его смерти но почти сразу после его смерти все его военачальники последователи диадохи передрались разорвав перью на куски но македонский сделал главное он объединил раньше вообще никак не связанные части ойкумены западную европейскую и восточную персидскую в нечто культурно единое и он перемешал как ложкой эти культуры которые впитали в себя не только персидскую культуру и культуру подвластных народов ну и вообще какие-то не абсолютно невообразимые раньше не на востоке я имею ввиду конечно ближний восток не в самой греции культура индия афганистан кто там вообще бывал кроме редких путешественников торговцев каких-то редких товаров которые оттуда приходили по шелковому пути и пути специй и вот это все было перетряхнуто как в шейкере абсолютно новые идеи абсолютно новые горизонты в том числе и умозрительные в том числе и торговые которые стали концентрироваться конечно в первую очередь на перекрестке миров вот там в земле ханаанской потому что там и до сих пор то в общем ни нефти ни черта нету но все почему-то туда лезут да просто потому что там есть самое главное самое ценное география это мост между средиземным и красным морем этой землей нужно владеть это ценнейшие во первых гавани во вторых торговые связи а раз торговые значит и культурные тогда не было интернета не было телевидения книг по большому счету доступности не было поэтому культурное общение происходило в первую очередь с торговыми караванами поэтому купец это равно культур трейдер времен античности да и средневековья забегая вперед то же самое скажу эллинизм великолепная культура возникшая из сплава греческой персидской индийской культуры это была настоящая универсальная культура потому что культура персии да была великой культура персии была древнейшей потому что персы же ничего никогда не выбрасывали они все что видели все подбирали а персидская культура впитала в себя культуру вавилона культуру ассирии и так далее вплоть до шумеро-аккадских городов царств то есть к тому времени непрерывности цивилизации которая заняла персия было заметно больше четырех тысяч лет это в четыре раза больше чем существует россия так-то на секундочку то есть бездна времен но она была все-таки не совсем универсальной она была во многом направлена внутрь себя то есть да персы смотрели что можно еще вобрать внутрь себя вот западность которая была принесена туда вот этот западный такой прагматизм синкретизм который был характерен для греков их с очень прагматичным отношением к религии в том числе то она вторглась властно персидскую часть айкумена которая была совершенно другой свое время и так как греки персов победили они поставили этот синкретизм в углову угла и повторюсь в третий раз все перемешалось породив по-настоящему универсальную культуру ну кто не знает это мы конечно забегаем вперед но тем не менее образ греческого аполлона явился прообразом в иконографии индийского будды которого прямо греки привнесли в индию чуть позже образ греческого аполлона станет прообразом в иконографии христа например и многое вообще от образа этого бога будет в христианстве воспринято но опять же это мы забегаем вперед так вот иудеи вот в этом месте со своим очень подвижным кстати говоря как и греческий подвижным торговым финансовым ростовсическим капиталом оказались очень к месту потому что в этой новой универсальной мир системе в этом новом мироустройстве нужен был постоянный торговец который не знает границ может прийти куда угодно ему в общем все равно это персы это греки финикийцы может торговать везде и вот тут-то точки рассеяния еврейского народа точки диаспоры стали играть огромную хозяйственную роль местами даже доминируя такой главной столицей в диаспоре в еврейской стал конечно не иерусалим какая там диаспора иерусалим это метрополия главной точкой еврейской диаспоры стал александрия где из пяти кварталов три квартала были иудейские управляемые иудейскими общинами там были свои священные молельные дома а что такое александрия александрия это же египет египет держава птолемеев с одной стороны с другой стороны палестину в ходе войн диадохов захватывает селевка его наследники то есть сама палестина делается куском самой большой части вообще держава александра македонского империи селевкидов ну и тут для еврейской религии в общем наступают с одной стороны тяжелые а с другой стороны золотые дни потому что да она напитывается совершенно другими идеями новыми идеями потому что именно существование в всеобщей универсальной державе делает возможным идею не просто главного бога а единого бога вообще то есть как может вот этим единым миром управлять много богов понятно что если в конце концов там окажется один царь то и бог тоже должен быть один я это второй раз повторяю чтобы это лучше усвоилась для нас в голове но при этом конечно синкретизм который как итог сказал был очень характерен для западного греческого язычества в общем очень сильно бьет и по иудейской религии потому что мы видим как иудейские в том числе родовитые священники то есть из рода левитов начинают принимать греческие имена аристабулы аристархи филиппы менее лай и евреи которые находятся в рассеянии зачастую перестают понимать нормально еврейский язык именно в державе топтолемеев переводится знаменитая септуагинта то есть библия переведенная семью двумя толковниками по 6 человек от каждого колена израиля почему это сделано было просто потому что иудей не мог прочитать нормально собственное священное писание на родном языке ему нужно было ему нужен был перевод понятно что птолемею перевод чего еврейских легенд и мифов ему то он зачем нужен был и птолемей как говорит легенда лично инициировал данный перевод но это конечно не более чем легенда она просто не выдерживает проверку ни логика ни здравого смысла да и историческими источниками тоже не выдерживает то есть мы не знаем таких распоряжений а вот для собственного употребления конечно такая работа должна была быть проделана доходит до того что местами в рассеянии евреи постепенно начинают отказываться от обрезания так они находятся в греческой культуре греческая культура связана с вполне конкретной манерой одеваться вполне конкретной манерой физической культуры то есть нужно постоянно принимать водные ванны находясь например в бане естественно все делают голые а тут ты обрезанный ну и как-то люди же посмотрят с удивлением зачем ты такое с собой сделал может быть ты болен и тебе по медицинским показателям надо а евреи в россии не то деловые люди ну по крайней мере верхушка их разумеется верхушка им нужно постоянно общаться со своими коллегами греческими или с какими-нибудь италиками с покоренными и включенными в состав державы эллинизированными персами то есть нужно как-то презентовать себя понимаете а для этого нужно соответствующим образом выглядеть разговаривать вести себя конечно начинается массовое паломничество в кавычках конечно паломничество богатых еврейских детей в академии в афины в медиалан да в ту же самую александрию начинается грекизация очень быстро и массированное еврейского населения ну конечно это сразу вызывало очень жестко с одной стороны да грекизация с другой стороны очень жесткое противодействие потому что любой процесс если он направлен такую инерционную систему как целый народ неизбежно наталкивается на равные силы противодействия еще не понятно кто кого в итоге пересилит и конечно же основная эта масса сельского населения на все эти греческие традиции давайте их так назовем воспринимала не то что неохотно а наверно с большим подозрением потому что только что вы были нормальные евреи делали обрезание не кушали свинину а представляете оказывается эти греки свиней не только кушают но еще и в жертвы приносят нечистое животное богам это что у них за боги то такие может это вредные злые боги потому что какой же бог станет потреблять нечистое животное и потом сами же эту жертвенную свинину жрут а разбогатевшие купцы и ростовщики которые с этими греками трутся они тоже жрут свинину что просто немыслимо было для еврея потому что монолатрия монолатрий а вот все эти пищевые ограничения которые были внедрены еще на рубеже тысячелетий они конечно накладывали очень серьезный впечаток вот они тогда соблюдали серьезно потому что были очень четкие понятия что можно делать что нельзя обрезание прошу прощения это не потому что это бог придумал это в пустыне нормальная гигиеническая процедура без этого просто можно какую-нибудь серьезную заразу подцепить на хорошее заболевание поэтому обрезание мужчинам нужно делать зачастую если там постоянно живут по крайней мере в тех условиях гигиены а эти обрезание не делают свиней жрут одеваются как женщины вот во все эти простыни так может они не только одеваются как женщины кстати а что они с этими мужиками делают в банях ну для нормального крестьянина сомнения никаких нет что они делают в банях там же наверняка окопались гомосексуалисты еще неизвестно в хорошем смысле или в плохом поэтому именно народное низовое восприятие греческой культуры оно конечно если есть только очень поверхностное и оно наталкивается минимум на подозрительное отношение ко всему происходящему тем более что разбогатевшие купцы постоянно богатеющие ростовщики они знаком богатеют так в том числе на собственном населении потому что даже в диаспоре есть всегда угнетенное большинство ну просто оно в процентном отношении может быть не так выражено и конечно в метрополии это угнетенное большинство всегда присутствует что накладывалось конечно на известную конкуренцию между северным израильским бывшим израильским теперь самаритянским царством и думей где наверное это иудаизмом полном смысле назвать неправильно очень схожая религиозная система и собственно иудеи центром в израиле прошу прощения центром в иерусалиме конечно центром в иерусалиме известна конкуренция потому что поглядывают например на самаритян крайне подозрительно вернулись они из плена еще из-за сирийского набрались там не бог вещь чего почему-то храм свой построили приносить жертву можно только в одном храме об этом говорят все первосвященники конечно и на верховном аристократическом уровне была некая конкуренция так конечно же пропаганда настраивала и людей против друга поэтому тут все было не совсем просто первые попытки ввести культ единого бога тут наверное уже даже не главного бога а просто единого бога предпринимаются в главных эллинистических державах например в сирии селивкиды помянутые только что птолемеи активно действуют в этом отношении и путей образования нового божества было наверное в основном два попробуем их описать первое это чисто синкретизм то есть нужно собрать всех 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 старых богов и присвоить себе или своему богу их функции по такой системе пошел птолемей первый сатер который около 300 года нашей эры основал культ в александрии и этот культ должен был затмить все старые как греческие так и естественно местные какие-то недоделанные культы в том числе египетские и за основу взяли египетского бога сераписа то есть азириса который делался аписом который в египте был наиболее популярным постоянно возрождающимся страдающим умирающим воскресающим богом вот в честь его построили храм построили очень известную статую и была такая характеристика выдумана бог богов вмещающий в себе весь мир и всех богов из него исходит для души мудрость для тела здоровье для всех вещей все доброе он господствует на небе и на земле и на море на море он подымает и успокаивает вихри на небе он направляет солнце посылает благословение с облаков а из глубин земли посылает богатство и всяческое благословение для людей и животных естественно его немедленно отождествили с греческим зевсом и получился некий такой сборный зевс серапис который должен был быть одинаково понятен как в греции дома по крайней мере в культурной митрополии так и фактической египетской митрополии однако ничего не получилось он наверно только севернее до мэнфиса на север дошел от египет дальше если его приносили он оставался совершенно мертвым да и в мэнфисе храм зевса сераписа остался исключительно греческим храмом местные просто не поняли такой инициативы что-то пошло не так примерно в это же время сирийские селевки да как я уже сказал тоже делают свою попытку и они выбрали на роль главного бога бога аполлона который в греции был крайне почитаем ну просто потому что это владыка солнца а так как селевки да заняли основную часть собственно персидской митрополии там жили солнце и огнепоклонники зороастрийцы то есть для них поклонение солнцу было совершенно нормальным поклонение огню было нормально аполлон казалось бы должен был подойти для этого как можно лучше и вот аполлон делосский который был богом покровителем греческой митрополии с храмом на острове дэлос кстати там был банк ну или по крайней мере то что мы бы сейчас назвали банком некое деньго хранилище где были очень серьезные капиталы сконцентрированы он делается прообразом для нового единого бога он как я уже говорю вполне пришелся к двору и там где верховным богом был мордук то есть в вавилоне и в персии где был митро и финики где был шемеш и прочие небесные валы и культ аполлона должен был бы казалось бы быть принят всеми тем более что селевки построили в столице в антиохии на аронте очень пышный храм там построили кстати говоря четко совершенно в персидской традиции парадис слово парадиска не знаете обозначает сад вот лавровый из великолепных лавровых деревьев был построен сад аполлон построены ему собственно святилище установлено как положено статуя но к сожалению вот как только селевк умер что-то стало с этим культом идти не так несмотря на все затраченные усилия и мы не имеем точных данных до какого времени он просуществовал и какой охват вообще в населении селевкидской империи он имел но в любом случае успехи этого синкретического аполлона если посмотреть на размах империи селевкидов был еще меньше чем у более компактного культа зевса сераписа то есть до попытка была предпринята но тоже ничем не увенчалось и вот тут казался очень востребованным древний испытанный второй путь формирования божества это наделение божественными функциями лично правителя ну потому что вы знаете зевсом сераписом с этим аполлоном дэлосским можно как-то договориться или просто проигнорировать о боге они как выясняется не спешат прямо немедленно молнией кого-то карать нет все конечно знают что и зевс может и яхве он десятками тысяч людей убивал но это когда было это было в довольно достоверных преданиях то есть да он так сделать может мы все отлично понимаем но теперь он почему-то этого не делает никогда и даже если немедленно обругать ужас аполлона последними словами почему-то немедленно тебя волнение убьет вот так всегда бывает вот сейчас почему-то бог не работает таким образом вот еще дед и прадед точно видели чудеса молнии с неба потопы что уж там говорить про прапрадедов которые точно врать не будут теперь нет а значит если бог не может немедленно наказать ну как-то сразу почтение к нему понижается и одно дело когда мы имеем разговор со старыми испытанными богами которые местные а другое дело когда вам какого-то притаскивают аполлона ну подумай что он похож на митру и что это же не митра даже именно другое а вот если обожествить царя совсем другое дело потому что если ты против царя пойдешь тебя немедленно без всяких молний могут вывести в расход или отправить на оздоровительные работы чтобы ты задумался над своим поведением в конце концов в том числе и религиозным мы знаем что система была абсолютно железна и с огромным успехом отработана еще в египте где фараон считался воплощением бога и это была не какая-то метафора а он прямо считался богом то есть если ты против фараона значит ты не против какого-то там бога на небе а ты против конкретного воплощения бога на земле и вот сейчас то твоя жизнь повернется как-нибудь интересно хорошо если ты успеешь сбежать такие места где слуги фараона до тебя не дотянутся в александрии птолемеем был основан естественно культ александра потому что александра захвативший египет ему было по моему 22 года вот там ему египтяне сообщили что раз ты победил нашего фараона теперь ты правишь египтом ну а раз ты правишь египтом хотим тебя дорогой александр обрадовать править египтом царь не может александр такой сказал как это не может а я сейчас что делаю а ему сказали правишь значит ты бог и вот тут то конечно я думаю юному македонскому немного повернуло мозги в определенную сторону потому что конечно некоторые эти вам в 22 года сообща что вы бог и это не метафора не потому что вы божественно красивый божественно умный божественно сильный нет вы просто настоящий бог и у вас абсолютно все божественные функции вот сейчас скажем чтобы вот мы сейчас все вскрыли себе вены мы вскроем себе вены потому что бога нельзя слушаться вот я думаю что очень многие прямо скажем фокусы которые были очень не по душе его полководцем впоследствии они были именно с этим связаны так вот тело александра перевезли в александрию там при нем было организовано настоящее почитание целый штат жрецов был выписан ну а в 304 году умирает сам птолемей и его сын птолемей птолемеевич второй обожествляет уже своего отца непосредственно и называет его как раз птолемеем сотером птолемеем спасителем то есть к этому времени как раз идея с зевсом сераписом уже себя исчерпала и прямо рядом с храмом александру завоевателю ставится храм птолемею спасителю которые дублируются в основных центрах птолемеевской державы на родосе и некоторых других местах все преемники птолемея сатера вполне логично заметили что если наш папа был бог а мы его дети значит мы тоже боги вот такая удобная схема в селевкинской державе примерно то же самое попытались сделать то есть все потомки селевка были признанные потомками обожествленного предка вот в частности селевкиду антиоху 4 эпифану и птолемею 5 эпифану в общем где-то это удалось взять на себя вот такие вот функции развернутые божественные кстати говоря такие монотолистические инициативы птолемеев нашли очень яркую поддержку среди александрийских интеллектуальных кругов то есть александрийская интеллигенция инициативу одобрила и поддержала потому что например стоек лианц уже в первой половине третьего века правда конечно не птолемея а зевса провозглашает единым многоименным богом то есть да идея единого бога на всех упала на в общем очень благодатной и хорошо подготовленную почву и вот многоименный зевс единый бог творец владыка и властитель всего мира который направляет вообще все мироздание собственным разумом который разлит в мировом эфире то есть тут мы имеем дело с если не торжеством то по крайней мере таким глубокой переработкой нормального языческого пантеизма то есть всебожие когда бог или боги включены вообще во все мироздание являясь их неотъемлемой частью вот единственное конечно тут совсем другая попытка не какие-то боги а вполне конкретный бог сколько бы не было богов это все именно одного зевса если мы сейчас возьмем построение клеона вот примерно в таких условиях оказались иудеи которые были рассеяны по основным частям новой эллинистической айкумены и конечно они не могли полностью остаться неудел в деле бога строительства заметьте это очень свежая для того времени идея раньше ее не было то есть раньше вот мы буквально по пунктам проследили о чем конкретно писали божественные предания многих народов в том числе и иудейского там нету идеи единого бога для всего мира есть идея единого бога для одного народа это да в качестве высшего философского достижения теперь появляется совсем совсем другое и вот тут-то конечно начинается известная конкуренция мало того что между иерусалимом между александрии так еще и конечно же антиохии антиохия александрия и иерусалим три главных центра в которых концентрируется капитал в которых концентрируется интеллектуальные усилия в которых концентрируется вообще культовые усилия и вот тут конечно антиох епифан несколько перегнул палку в своих палестинских владениях дела у империи селевкидов были прямо скажем не очень потому что она сталкивалась с одной стороны палестинами кстати говоря интересами с птолемеевским египтом конечно войны диадохов в основном того времени закончились но ведь столкновение интересов никуда не делось а с северо-западной стороны поднималась новая сила про которую тогда еще никто не мог подумать что скоро эта сила будет главной вообще во всем известном человеческом мире это город рим до македонских войн остается буквально всего ничего и вот в этих условиях антиох епифан начинает очень активное насаждение своей эллинской греческой культуры и религии в иудее казалось бы и что уже сколько десятилетий там это насаждение культуры идет полным ходом причем что такое греческое насаждение культуры это не то что пришли какие-то завоеватели показали копье меч или лука сказали а ну-ка верь гад в нашего зевса с евреями такой фокус вряд ли прошел бы они конечно могли бы притвориться что верят какого-нибудь зевса их в родного яхвы не могли заставить поверить тысячу лет что в один уж как-нибудь знаете зевс этого переварили бы нет там строится театр где постоянно происходят какие-нибудь прикольные представления ты вообще такого никогда не видел рядом строится баня где можно очень приятно провести время там в конце концов помыться выпить хорошего вина особыми людьми поговорить в бассейне покупаться в конце концов потом книжки почитать потом знаете баню греческую в обязательном порядке посещали всякие нескучные женщины с которыми поговорить тоже можно между прочим можно было а это же для иудея какая-то совершенно другая чужая очень заманчивая культура потому что такое женщина в иудейском понимании того времени и это продукт который производит детей это самое главное о чем можно с этой женщиной говорить уж извините пожалуйста за такую шовинистическую подробность а тут появляются женщины с которыми можно просто извините заняться сексом а потом о чем-то интересном поговорить я говорю про гетер конечно такая вот особенность и это культурная экспансия которая тащит собой конечно религиозную экспансию было крайне эффективно просто личным примером показать что у нас все отлично наши боги вообще всем радостям жизни никак не завидуют они не запрещают нам радоваться жизни мы радуемся кстати говоря идеи евреев о том что они богоизбранный народ это очень стила потому что но если они богоизбранные зачем же им постоянно изнуляться какими-то постами бить поклоны и жить какие-то угрюмые дундуки грязные нет не надо вот пожалуйста нам яхве прислал таких замечательных греков которые нас научили всяким прикольным штукам а он помылся в бане вышел в гимназии занялся спортом а поделав зарядку там покидав диск побоксировав как ты себя уже гораздо лучше чувствуешь ну и так постепенно эллинизация иудейской верхушки уж точно совершенно происходило вполне успешно но что делает антиох епифан он делает как раз то что я вот описал в начале в несколько конечно утрированном виде во первых он припирается палестину и начинает насаждать именно насильно свои греческие порядки нельзя в определенных местах говорить на еврейском языке прошу прощения в святая в святых во втором храме начинают приносить жертвы зевсу в том числе нечистых свиней чтобы вы думали а верхушка то между прочим это все схавало потому что ну с греками выгоднее было дружить в конце концов это хороший торговый партнер это постоянный бизнес и уже причем не один десяток лет уже поколения прошли жизни внутри державы селевкидов но это совершенно абсолютно негативно было воспринято незамен и в том числе не только незамен в том числе и людьми которые готовы были взять власть в свои руки выгнав эту интернациональную зажравшуюся ростовщическо-купеческую прослойку и спевшихся с ними аристократов да пускай они из хороших древних родов там из 12 колен израилевых и вот тут то начинается восстание маковеев маковеет семья которая имеется в названии хасмонеи у них был глава рода матафия матафия хасмонеи который убил еврея который приносил жертвы по греческому образцу него была объявлена охота он бежал а с ним бежали его родственники которые начали натурально гражданскую войну причем форме партизанской войны просто напрямую в то время тягаться с греческими войсками было невозможно ну вот партизанская война оказалась вполне себе то есть через некоторое время в иудее вообще не было никакой греческой власти кроме городских центров то есть как только ты выходишь за ворота все там здравствуйте там партизаны это был тысячи это был 166 года нашей эры начала маковейского восстания сам матафия скоро умер и его дело продолжила его сын иуда маковей по кличке молот не знаю он кого-то любил молотом убивать или просто был такой прямой и надежный как молоток но вот иуда маковей это человек который неоднократно громил уже прямо присылаемые войска собирая вокруг себя как место населения которое было настроено противо эллинские самое главное концентрируя вокруг себя простой народ которого было просто гораздо больше чем всех приспешников какого-то греческо-еврейского торгового финансового в кавычках капитала ну а так как селевкидам прямо скажем было чем заняться помимо этих бунтующих провинций то они не могли прислать туда по-настоящему серьезный наряд силы в итоге да маковеи получают регулярные поражения но в стратегическом смысле восстание маковеев ширится и ширится в конце концов погиб погиб погибает несокрушимый иуда маковей молот дело продолжает его брат симон симон маковей заключает союз по крайней мере договор о дружественном нейтралитете и военной помощи с римом который является прямым конкурентом империи селевкидов и к 142 году в общем и целом восстание маковеев увенчалось полным успехом то есть иудея перешла из рук селевкидов под собственное наконец-то самоуправление в ней устанавливается этнархия то есть маковеи делаются правящей династией выдвигая вот эта удивительная штука совершенно царей первосвященников это очень удобно одновременно царь который и одновременно же является важнейшим духовным лицом в государстве и что оказалось а оказалось как говорят по-русски за что боролись за то на то и напоролись потому что и вот маковеевская верхушка да тоже аристократия просто которая не имела вполне конкретных преференций и видимо уже не могла их получить в среде плотной очень плотной конкуренции между разбогатевшими домами и родами эпохи эленизма она воспользовалась вполне объяснимым народным недовольством недовольством обоснованным в первую очередь очень усилившейся эксплуатацией и гнетом богатейших верхов еврейской еврейского ну да давайте еще раз скажем так в кавычках капитала который работал под главенством эллинов и вот народная волна недовольства вот четко в момент высшей слабости империи она эту империю выкинула ну а кого поставили во главе себя так маковеев же и оказалось что маковеи это точно абсолютно точно такие же представители аристократии как все остальные потому что занялись они ровно тем чем занимались представители аристократии которых иуда маковеи молод видимо убивал молотом они даже имена очень скоро принимают греческие то есть когда посмотришь на потомков матафий там оказываются аристабулы аристархи и так далее то есть они воспринимают точно такую же греческую культуру начинают мыться в банях в общем как будто ничего не поменялось просто как оказалось понятно что маковеи хотели также просто их не пускали них не было денег для этого но понимаете теперь все сложилось удачно да и вот в это время во втором веке это уже получается на вторая половина второго века до нашей эры 142 год начинает складываться идея единого универсального бога уже складываться в таком более-менее окончательном виде потому что уже все было готово то есть было понимание того что евреи находятся не просто так а в некоем пространстве которое является универсальным который они по крайней мере видели глазами может быть не сами но через своих родственников соседей которые можно просто физически объехать да оно гигантское но везде можно побывать вот тут вселенная делается единой вместо своего там села и ста километров в одну сторону и в другую и возможно узенькой узенькой караванной тропке по которой иногда там раз полгода например из египта приходят какие-то товары и новости евреи оказываются огромный невероятных размеров очень многообразной вселенной которая знаете наверное по скачку расширения мира созерцания может быть сравнена только с эпохи с эпохой географических открытий и полетом человека в космос то есть настолько был одновременно раздвинут буквально единый момент на раздвинут вообще мир и оказывается что яхве который сидит вот в иерусалимском храме и живет конкретно в ковчеге вот в этом вскини что-то как-то это мелковато нет бог должен быть если он в самом деле сотворил мир так он оказывается сотворил не вот вот эти вот 500 километров где мы проживаем он вообще все сотворил потому что сказано вначале сотворил бог небо и землю а земля то что не только кажется хрананская там возможно рядом египетская и бавилонская земля где-то есть китай откуда идет шоу где-то есть какие-то острова с которых идут самые лучшие специи где-то есть индия да офигеть вы понимаете и вот это все создал один бог так надо вообще всю концепцию пересматривать потому что с такой работой да пускай самый лучший самый хороший самый ламповый бог которую мы давно знаем под именем яхва и который просто один из там десятков может быть сотен богов вот он с такой работой точно не справиться потому что это мелко эта идея уже конкретно есть она есть что называется в руках она понятно даже не умозрительна на понятно практически и наконец появляется человек который правит иудейским царством да кстати говоря именно маковеи в конце концов в конце второго века захватили и и думею и самарию уничтожив храм на горе грязим храм то остается только один есть человек один который всем управляет а значит он должен быть освящен единым богом конечно от концепции монолатрии так быстро было не уйти но к появлению единого бога было буквально все готово единого я имею ввиду единого универсального бога конечно тут и римляне помогли очень сильно помогли во первых прямо военной силы заняв так сказать империю селевкидов вполне конкретными мероприятиями помимо подавления каких-то палестинских там пограничных восстаний а во-вторых еще большим раздвижением представимых границ мира потому что иудеи при замечательном путешествует теперь уже и в италию оттуда в испанию оттуда в галлию оттуда к геркулесовым столбам к границе гибралтарского пролива ну то есть мир раздвигается невероятно и вот во главе-то рима да пока еще в это время нет единого правителя а скоро он появится совсем скоро потому что скоро появится диктатор сула вслед за ним диктатор гай юлий цезарь потом диктатор император тевиан август ну а дальше уж буквально все понятно один царь один народ один бог конечно для иудеев было все понятно что это за бог такой уж наверное не зевс и уж точно совершенно не римский император да конечно они оказали большие услуги но тем не менее мы все понимаем кто сотворил небо и землю у вас написано в книжке у вас есть такая книжка у вас тут точно все зафиксировано что двух лет точнее не их вопрос о Rid 보통 не а лохин сотворил небо и землю ну и что что там во множественном числе сказано это мелочи мы их упустим не будем створили небо и землю один бог вот к этой идее все было готово просто Это движением общественной материи своего времени, столкновением царств, расширением горизонта познаваемого мира и, конечно, внутренней, в том числе и классовой борьбой. Потому что на фоне сначала такой очень хорошо заметной эллинизации собственной иудейской верхушки, на фоне эксплуатации, которой собственная иудейская верхушка подвергала местам населения, начинают появляться секты. В том числе и низовые народные секты. Например, такая была секта фарисеев, которые сначала очень активно поддерживали Маковеев, но поняв, что Маковеи собираются захватить власть в свои руки, резко отреклась и ушла в оппозицию к Маковеям. И Маковеев стала поддерживать секту садукеев. Мы о них буквально в следующий раз поговорим. Секты, естественно, выдвигают собственных проповедников, собственных пророков, обычных народных пророков, точно таких же, какие ходили во времена первых царей, о которых мы говорили. То есть, есть пророк придворный, которого, если что, за неправильное пророчество могут казнить, а есть пророк, который ходит и обличает среди народа. Потом таких у нас на Руси стали называть юродивыми. В то время нет, это вполне уважаемая профессия. Кстати говоря, юродивы тоже вполне уважаемая профессия, это я с греча сказал. Так вот, это именно пророк, который ходит от села к селу и проповедует то, как правильно понимать Божий завет. Если он харизматичный, хорошо образованный, как минимум умеет красиво говорить, за ним идут люди. Они его кормят, распространяется очень широко донаторство, в прямом смысле слова, что пришёл человек, интересно поговорил, как я это сейчас с вами делаю. Его поддержали донатом. Пророки начинают собирать вокруг себя очень серьёзные общины. Иногда больше, иногда меньше, иногда просто огромные, потому что, например, и фарисеи, и садукеи, это были такие глобальные секты. Сейчас мы, наверное, сказали бы конфессии. Хотя, конечно, это части одной и той же конфессии, но тем не менее. Опять же, включение внутри иудейского царства Самарии и Думеи выдвигает пророков и там. Тем более, что внезапно оказывается, что самаритяне... Ну да, это, конечно, гадость ужасная. Вообще, хуже придумать нельзя. Идея, которую потом рассказывал в притче Иисус Христос о добром самаритянине, для любого иудея была совершенно понятна. Потому что, как это, самаритянин и оказался добрым. Да вы что, офоногрели всё совсем. Что, правда, самаритянин оказался добрым? Оказывается, самаритянин тоже нормальные бывают. Ух ты, ничего себе. Так вот, в Самарии-то, оказывается, проживают вообще-то потомки царя Давида в том числе. То есть, ну, приличные люди. Их тоже наверняка послушать можно. Этих самых самаритян. Ну, раз уж это потомки царя Давида. Это же, в конце концов, знаете, царь Давид тоже не на заборе написано. Ну, не важно, что им не повезло. Они оказались в крайне неприличном окружении. Начинается эта вот варева религиозная. Десятки пророков бродячих. Их, конечно, было больше. Мы просто вообще подавляющее большинство даже и не слышали никогда. Не знаем о них ничего. Просто потому, что их проповедь была, видимо, бесталанна. Или не нашла себе слушателей. То есть, они так и канули в лету. В течение веков. Но каждый пророк, каждая община выносит свою идею, которая вступает в очень жёсткую идеологическую конкуренцию. К этой идеологической конкуренции внутри самого иудейского царства добавляется то, о чём я говорил в самом начале нашей беседы. Это перекрёсток миров. То есть, там сталкиваются не только, собственно, иудейские веяния и идеи, теории, гипотезы. Там сталкиваются идеи и гипотезы из Египта. С его колоссально древней религиозной традицией, которая древнее иудейской неизмерима. Тут же проникают персидские, вавилонские верования. Которые вообще-то иудеи сами принесли из Вавилона и Осирии на своих плечах к себе домой. Тут же образовываются какие-то римляне, которые вообще-то тоже, знаете, ничего себе философы оказывается. Да, они в то время очень сильно вторичны по отношению к греческим. Но тем не менее, если философ принадлежит к такой державе, которая даже греков смогла покорить, то уж, наверное, эта держава что-то такое из себя представляет, а о чём стоит задуматься. Возможно, они что-то знают такое, чего мы не знаем. Вот это вот всё начинает сталкиваться вместе. И то, что в итоге произошёл синтез всех этих идей, столкновение мнений, столкновение религиозных теорий, это было просто математически ожидаемо. Оно не могло получиться иначе. И почему именно в иудеи? Да просто потому, что именно там сталкивалось максимальное количество этих самых религиозных мнений, религиозных течений, религиозных теорий и гипотез. Но о том, как это происходило, о рождении, собственно, христианства, мы поговорим в следующий раз. На сегодня всё. Надеюсь, было интересно. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok